Друзья, всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые влияют на наш кошелек. Сегодня мы с вами поговорим про неожиданные взлеты акций на российском фондовом рынке и обсудим, что за ними стоит. Поговорим про потолок цен на российскую нефть, который может повлиять на весь нефтегазовый сектор и, конечно же, на российский бюджет. Ну и другие важные новости тоже обсудим. Так что обязательно смотрите это видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на YouTube-канал InvestFuture. Ну, давайте мы сегодня начнем с новостей фондового рынка, тем более, что многие из вас по ним скучают. И поговорим про 40%, на которые взлетели акции компании Vion. И это, конечно, абсолютно такая фантастическая история. Значит, что у нас происходит? Новость у нас такая, что группа топ-менеджеров в Empel.com подписала соглашение о выкупе компании у холдинга Vion. Я напомню, что у нас Vion – это холдинг, которому до сегодняшнего дня принадлежал в Empel.com. А в Empel.com – это одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний, которая, собственно, работает под брендом Beeline. Мало кто там знает в Empel.com, мало кто знает Vion, но Beeline совершенно точно все знают, потому что это бренд, который входит в топ-4 российских телекоммуникационных компаний, наряду с МТС, Теледва и Мегафоном. И вот, собственно говоря, до сегодняшнего дня холдинг Vion принадлежал в Empel.com. И при этом я хочу обратить ваше внимание на то, что на московской бирже у нас торгуются расписки на акции компании Vion, которые прописаны не где-нибудь, а на Бермудах, что само по себе звучит уже очень интересно. И вот, собственно говоря, в моменте мы увидели взлет этих расписок на 40%, что, конечно же, очень и очень впечатляет. Ну, смотрите, собственно, что происходит. У нас есть, значит, планируемая сделка, по которой в Empel.com выкупят у холдинга Vion. И эту сделку планируют завершить до 1 июня следующего года. Сумма сделки 130 миллиардов рублей, но основная ее часть будет оплачена не деньгами. В Empel.com, например, переведут часть долга Vion. Ну, и там есть всякие другие нюансы. И фактически планируют просто разделить бизнес компании Vion на российский и международный. Да, ну, что-то похожее происходит сейчас, в общем-то, с Яндексом, который мы тоже там на этой неделе уже успели пообсуждать. Ну, и вот мы видим такой взрывной рост Vion. Тут возникает вопрос, чего это все так радуются? На самом деле не совсем понятно, потому что нам неизвестно, будет ли произведена конвертация этих расписок в акции в Empel.com и как это все будет обставлено. Обставлено. Непонятно. При этом нужно признать, что действительно у Vion международный бизнес, такой немножко диверсифицированный. При том, что 51% выручки приходится именно на, собственно, в Empel.com, который выкупается. 18% выручки приходится на Пакистан. 14% бренд Киевстар украинский. 7% бизнеса в Казахстане. Еще 7% в Бангладеше. То есть видим, что компания также идет в Азию. Ну, в общем, вот как бы взлет, конечно, очень впечатляющий, но я бы, честно говоря, была очень осторожна с такими ракетами, потому что вот мы пока совершенно не понимаем всех необходимых деталей этой сделки. Друзья, скоро Черная Пятница. Трудно поверить, но традиционный день распродаж появился полтора века назад. И сначала этим термином называли экономический кризис, вызванный падением цен на золото в США. За несколько лет американская экономика восстановилась, и очень скоро Черной Пятницей стали называть начало рождественского сезона покупок. В 21 веке традиция стала популярной по всему миру. Недавно Черная Пятница началась в Яндекс.Плюсе. До 30 ноября при оплате карты Плюса в приложении Маркета пользователи могут получить 11% кэшбэка баллами за покупки. А еще в честь Черной Пятницы на Маркете скидки до 70%. Отличный способ порадовать себя и близких – подарками. Обновить электронику или прикупить полезные вещи для дома с большой выгодой. Кэшбэк и скидки можно получить, используя карту Плюса, которая оформляется буквально за пару кликов. Ей можно расплатиться в большинстве онлайн-магазинов и офлайн через приложение Мирпэй на Android. Получается, сейчас по карте Плюса двойная выгода. Товары на Маркете можно приобрести значительно дешевле, а 11% стоимости вернется баллами. Например, Яндекс.Станция второго поколения выйдет на 4 тысячи рублей дешевле, а владельцу достанется почти 1300 баллов Плюса. Также пользователям доступно множество предложений от сервисов, входящих в Яндекс.Плюс. Скидки на годовые подписки Плюс Мульти и Плюс Мульти с Амедиатекой и другие предложения со скидками. После Черной Пятницы карта продолжит давать 3% кэшбэк баллами в сервисах Яндекс.Плюса и до 1,5% за покупки вне Яндекса. Кстати, обслуживание карты Плюса бесплатное. Бесплатное. Оформляйте карту и участвуйте в Черной Пятнице от Яндекс.Плюса. Ссылку оставлю в описании к этому видео. Итак, друзья, продолжаем. Мы с вами видим, что на данный момент в России максимально поддерживают все, что касается IT, потому что мы наблюдали огромный, конечно, отток квалифицированных кадров в разные направления. И вот тут даже Владимир Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Значит, такое путешествие совершил и обсудил с представителями отрасли проблемы и перспективы развития. Значит, что там говорится? Там говорится о том, что в сфере искусственного интеллекта очень высокий дефицит профессионалов, и правительство планирует внедрять даже элементы изучения АИ в курсы математики в школах. Путин подчеркнул проблему платежных систем, заявил, что нужно развивать платежные системы на основе реестра распределенных данных, чтобы не зависеть от других посредников при проведении операций. Также господин Путин сказал, что не нужно, значит, бояться вообще искусственного интеллекта, потому что внедрение его, рост роботизации ведет не к разгону безработицы, а к появлению более квалифицированных рабочих мест. Кроме того, было сделано интересное заявление о том, что с 2023 года российский бизнес будет пользоваться налоговыми льготами при покупке и внедрении отечественных IT-решений, заявил президент. Но будем надеяться, что эти IT-решения в России останутся и будут достаточно качественными. Движемся дальше. Не могу снова не коснуться темы потолка цен на российскую нефть, потому что эти переговоры занимают сейчас такое ключевое место в международной повестке. Ну, смотрите, у нас остается 10 дней фактически до официальной даты эмбарго 5 декабря, и каждый день у нас приходит какая-то новая информация. Вот сегодня были заявления о том, что странам Европы пока не удается договориться по потолку цен на нефть, потому что, ну, вообще очень туго все вопросы в Евросоюзе по поводу российской энергетики сейчас проходят, потому что, в принципе, почти все страны готовы на потолок 65-70 долларов за баррель. Это высокий довольно потолок, который по факту для России комфортен. Но при этом Польша и страны Балтии требуют установить потолок 30 долларов за баррель. Ну, понятно, что эти страны занимают более жесткую позицию. При этом тут надо понимать, что в предельную цену не будут включать расходы на транспорт и страхование. То есть потребитель будет получать нефть, по сути, по цене, там, даже выше 70, скорее всего. Поэтому там та же Польша может решению противиться, которая требует потолок 30 долларов за баррель, и, в общем, как бы текущие предложения очень далеки от этого. При том, что у нас там с 2014 по 2021 год нефть бренд не так уж и много была вообще выше 70 долларов за баррель, и будет ли она там в обозримой перспективе, не очень понятно. Плюс там есть разные дырочки, потому что ограничения не будут действовать на российскую нефть, которая прошла существенную переработку за пределами страны. Такая очень интересная, как бы, оговорочка, потому что вот эти все определения, типа существенная переработка, они такие, знаете, очень плавающие. Потом, значит, до 30 сентября 2023 года Минфин США разрешил операции с морской нефтью Сахалина-2, импортируемой в Японию. То есть эти баррели не попадают, получается, под потолок цен. Ну и, в общем, тут очень много таких вот разнообразных нюансов. И кажется, что на самом деле в текущем виде вот эта вот история с потолком для России становится, в общем-то, все более и более выгодной и безобидной. Сегодня вот Дмитрий Песков напомнил, что Россия намерена прекратить поставки вот этим потолочным странам, но очень важно отметить, что он оставил пространство для маневра и сказал, что Москва проведет дополнительный анализ в соответствии с рыночными ценами. А это уже как бы звучит несколько более перспективно. Потому что, в принципе, да, ну вот как бы то, что сейчас есть, это кажется таким достаточно символическим шагом, ну типа какой-то потолок мы введем, но фактически не то, чтобы это будет очень больно для российской экономики, да, и, в общем-то, Россия будет продолжать свободно продавать нефть. По крайней мере, вот в моменте эта ситуация выглядит так, возможно, там со временем условия будут ужесточаться, но пока в текущих условиях Евросоюз просто не готов лишать себя полностью российских ресурсов, просто потому что это будет очень дорого. При этом надо понимать, что вот скоро будет объявлено какое-то, видимо, официальное решение по потолку на нефть, быть ему, не быть, на каких условиях, и от этого будет зависеть, вероятно, решение ОПЕК+, потому что 4 декабря, за день до вступления в силу нефтяного эмбарго, страны ОПЕК и союзники соберутся и тоже примут свое решение, будут ли они сокращать, наращивать и так далее добычу. Кроме того, российский газ тоже вроде как пытаются ограничить уже давно, но в текущих условиях кажется, что до газа руки дойдут вообще не скоро, и, скорее всего, там обсуждение будет где-то в конце года. И там «Ля Република», та же, ну, условно пророссийская, но все-таки итальянская газета, писала, что из разногласий между странами маловероятно, что в ближайшее время такое решение будет принято. Дальше продолжим говорить про Турцию, потому что там ситуация очень интересная. В экономике происходит. Центральный банк продолжает понижать ставку, несмотря на то, что инфляция в октябре была выше 85%, и Эрдоган по-прежнему продолжает бороться с экономическими законами. И, ну, вот мы видим, что до 9% ставку понизили с 10,5%. Значит, Эрдоган говорит, что Турции важно сохранить рост промпроизводства и занятости, инвестиционного потенциала и предложения, поэтому их монетарная политика идет вразрез с политикой развитых стран, где, наоборот, ставку повышают, чтобы сдержать инфляцию, которая как бы там пониже, чем в Турции. Тут инфляции не боятся. При этом там у Турции очень амбициозные таргеты по инфляции на ближайшие годы. Ее собираются сбить ниже 10% с текущих 85%. Очень интересно, как они это сделают при понижении продолжающейся ставки. При том, что лира продолжает слабеть, там не так существенно, но все равно динамика остается нисходящей. Это очень интересный такой экономический эксперимент, который продолжает проводить Эрдоган и Центробанк, который, по сути, просто выполняет его приказы. Перейдем к следующей теме. Очень интересные вещи продолжают происходить вокруг запрещенной и экстремистской, конечно же, компании Мета, потому что там произошла страшнейшая утечка данных пользователей. Вот Цукерберг заявлял, что мессенджером пользуются около 2 миллиардов человек, и при этом вот сейчас в сеть, в открытый доступ, утекли данные полумиллиарда пользователей. Это четверть всей аудитории мессенджера, в том числе данные пользователей из России тоже ушли в открытый доступ, поэтому мы не можем быть уверены, что наши данные остались защищенными. И продавец не раскрывает, когда была информация. Сервис сам пока утечку никак не комментировал, но тут что хочется сказать, что если наши данные попадут в руки злоумышленников, то к чему это может привести? Это может привести к росту звонков от мошенников, которые будут пытаться вас каким-то образом опануть и вытащить из вас деньги. Поэтому просто будьте готовы к тому, что если ваши данные попали в эту базу, то вам могут агрессивно названивать из Центробанка, Службы безопасности Сбербанка, полиции, какого-нибудь ОБЭПа, и еще откуда они звонят. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Если кто-то вам звонит, сначала положите трубку, и лучше перезвоните по официальным номерам, которые указаны на сайтах организации, чем на что-то соглашаться. И передайте, пожалуйста, эту информацию своим близким тоже, потому что WhatsApp часто пользуется старшее поколение, и это определенный риск, который стоит иметь в виду. Ну и еще немножечко тоже про Центробанк и российский рынок. Хотелось бы мне сказать, если помните, у нас с Валерием Ляхом выходило на днях интервью довольно подробное, где мы говорили о манипулировании на рынке. Я задавала вопрос по поводу стратегии Pump&Dump, и вот буквально сейчас ЦБ выпускает официальный релиз, где говорит, что действительно популярность стратегии Pump&Dump выросла. В Телеграм-каналах все чаще применяют эту схему, и она помогает, значит, как бы заработать организаторам схемы, но при этом люди на этом теряют деньги. Подписчики, как это работает? Значит, в Телеграме берут какую-то низколиквидную бумагу, начинают ее нахваливать, расхваливать, говорят, что надо ее покупать. Все покупают подписчики, убежденные какими-то аргументами, которые маскируются под аналитику, но на самом деле таковой не являются. И потом просто, значит, как бы люди эту бумагу там скидывают, а основная часть аудитории, которая следовала этим сигналам, сделать этого не успевает по хорошей цене, и вот таким образом на подписчиках зарабатывают. И, соответственно, ЦБ предупреждает, что это действительно нелегальная схема, которая похожа на недобросовестную практику, и обещает ее пресекать. Хорошие новости, ну и хочется надеяться, что, может быть, как-то и наш разговор с Валерием, главой департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ, ну как-то повлиял на вот такую риторику, потому что она важна, и, на мой взгляд, ее очень не хватало именно от Центрального банка, поэтому я тоже до вас ее доношу. Наши интервью с Валерием можно посмотреть по ссылочке, оставим ее в описании к этому ролику. Беседа получилась довольно интересной, можно еще понять, как ЦБ выявляет такие практики, и как самому случайно не стать тоже как бы преступником, не зная того. Такое, к сожалению, тоже часто происходит у неопытных розничных инвесторов. Ну и напоследок, друзья, новости праздничные. У нас сейчас Госдума, я напомню, рассматривает законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. И тут вот как бы опрос сервиса Суперджоп показал, что 83% опрошенных поддерживают эту идею, потому что 31 числа все равно толком никто не работает. Еще интересна гендерная структура, потому что 89% женщин высказались за, и только 78% мужчин. Ну, скорее всего, потому что именно женщины в основном стоят на ногах весь день, режут оливье после рабочего дня. Возможно, все-таки 31 декабря станет выходным днем. Ну, я, честно говоря, как-то отношусь к этому очень спокойно. Сделают и сделают. С другой стороны, для нас, как для компании, может быть, это и не очень интересно, потому что 31 декабря тоже много чего важного доделывается, делается, но так или иначе. Будем наблюдать за этой ситуацией. Друзья, на этом сегодня у меня все. Я вас благодарю за внимание. Все полезные ссылочки в описании к этому видео. Ну, и на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok